Решить, что будет с международным аэропортом Кишинева, нужно в течение максимум полугода. Такого мнения придерживаются в правительстве. Власти рассматривают несколько вариантов, в том числе концессию воздушной гавани. На следующей неделе в столицу прибудут представители компаний из Франции, которые посетят аэропорт и проанализируют его инфраструктуру. Об этом сообщил глава профильного ведомства Андрей Спыну. Рассматриваются все варианты, включая договор управления, инвестиции и государственное частное партнерство. Думаю, мы как правительство в ближайшие полгода должны принять решение, как решить эту проблему. Ненормально сразу после того, как аэропорт перешел в собственность государством, чтобы он вступил в партнерство любого типа, только потому, что стоимость небольшая. И если все же сотрудничество с партнерами в определенный момент будет достигнуто, то нужно сделать это после решения определенных задач, чтобы государство получило как можно больше выгод из этого. Ранние власти заявляли, что для развития столичного аэропорта нужно до 300 миллионов евро. За первые 10 месяцев текущего года через воздушную гавань прошли почти 2,5 миллиона пассажиров, что на полмиллиона или почти на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. Международный аэропорт Кишинева вернулся в собственность государства в начале марта. В 2013 году его передали в концессию на 49 лет компании «Авиаинвест», которая обязалась инвестировать в воздушную гавань 250 миллионов евро. Позже власти потребовали расторжения контрактов судей из-за несоблюдения обязательств. Точку в опросе поставила апелляционная палата Кишинева. В мае антикоррупционная прокуратура сообщила, что завершила уголовное дело о концессии аэропорта и направила его в суд. Ущерб государству оценили в 392 миллиона леев.